Добрый вечер! Иногда лучше уступить в мелочах, чтобы не беспокоиться по-крупному. Об этом сегодня индийская сказка «Коварный шакал». Устраивайтесь поудобнее. Раз в самом конце зимы надумал шакал забежать в деревню. Бегал-бегал, увидел ведерко с углем тлеющим, да и прихватил на всякий случай. Бежит шакал мимо полянки, а там люди закололи козленка и собираются готовить обед. Видят люди огонь у шакала, да и просят немного. Дам огня, думает шакал, глядишь, и мне перепадет за это косточка и кусочек мяса. Отдал людям огонь, они развели костер, зажарили козленка, стали делить мясо. Шакал тут как тут, ждет, что и на его долю достанется. Да только не дали ему ни кусочка. Не вытерпел шакал, просит. Братцы, дайте же мне ножку. Разве тебе своих ног не хватает? Вон тебе их сколько. Ну, хотя бы голову дайте. А своей-то нет, что ли? Вот же она у тебя. Чего не попросит шакал, на все ему отвечают насмешкой. Обозлился шакал. Отдавайте тогда мой огонь, говорит. Ну что ж, тут люди не прочь. Дали ему огонь обратно. Шакал взял угольки, побежал на гумно. А люди пришли к колодцу с гумна, они горох молотили. Прибежал, в общем, туда шакал и поджег копну соломы. Ползет огонек по сухим гороховым стебелькам, потрескивает. Шакал подождал, подождал, покуда огонь всю копну охватил. А потом как закоричит во весь голос, чтобы люди слышали. Кто ест меме, тук-тук горит. Кто ест меме, горит тук-тук. Люди сперва не поняли, к чему это он. Сидят себе спокойно. Мясо едят, а шакал не унимается. И тут один спохватился. Так ведь это же он нас зовет. Кто ест меме, это же мы козленка едим. А тук-тук это он про горох. Горошины стучат, когда падают именно так. Не иначе как он поджег гумно бесовское отродье. Бежим скорее тушить. Побросали люди мясо и бегом. А шакал вернулся к колодцу и наелся досыта. Вот так бывает, заканчивает рассказчик. Лучше не жадничать, когда кто-то чего-нибудь просит. Лучше дать ему сразу. А то не вышло бы с вами такой же беды, как с теми людьми, что пожалели бросить шакала кусочек козлятины. Ну скажите мне, неужели так принципиально было доесть всего козленка самостоятельно? Как это ни странно, да. Мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда оказанная нам услуга оценивается нами значительно дешевле, нежели ответный поступок с нашей стороны. Чего греха таить. Кто из нас отвесил бы кусок мяса за маленький уголек? С другой стороны, шакал, зная стоимость уголька, принесенного в нужный момент, мог бы сразу договориться о справедливом воздаянии. Рассчитывать на то, что добрый поступок в чьей-либо адрес непременно будет вознагражден, конечно, хорошо. Но, увы, самонадеянно, тут, как говорится, такова жизнь. Спокойной ночи.